так и снова здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодня мы продолжим наши прогулки по миру а е посмотрим центральный континент в древности вот этот вот и будем уже перемещаться куда-нибудь в более современную эру значит этот континент у нас основной сюжете большая часть сюжета происходило здесь и он очень неоднородный потому что во первых что людей всегда забавляет давайте мы начнем с вот этого города вы в прошлых видео увидели что у нас здесь в общем-то достаточно продвинутая магическая цивилизация особенно на западном континенте несмотря на то что он лишён природных богатств которыми наделила светлая богиня ту часть мира за которой она отвечает тем не менее вот у нас город в том же времени и как видите у нас здесь динозавры то есть развитая цивилизация у нас здесь соседствует с динозаврами и мы даже можем на них покататься причем это был сказанский эвент поэтому вы видели кто скачет там это дело проскриптовано вельвет конечно очень возмущалась потом что она отбила себе весь свой прекрасный зад вот и в принципе вот это вот лавовая локация она была добавлена в рамках визита сказанцев сюда мы здесь собирали то что нам надо было для огненного меча разбирались с огненным духом но в саму пещеру я дома мы не пойдем ну а ладно чуток большого смысла в этом нет вот такое место можно немножко б джм послушать и отец идти отсюда высвоейся вот для пущего эффекта едем обратно но тут уже кат-сцены нету она только в одну сторону так здесь у нас как видите город такой поклонников огня культ огня огненного элементаря который здесь у нас саламандр а не эфрит отличие от сказаний ну дома простые но можно посмотреть как здесь жили даже что-то у меня еще пропущено секреток гостеприимное здесь где-то может быть я найду секретку одну очень забавно пока я тут но не факт не будем со всеми разговаривать в общем впечатление о городе я думаю получить можно было этот город у нас примечателен тем что здесь у нас как раз вот это вот девочка что ты хочешь ну да про что там случилось с элементарями я скоро расскажу для тех кто не знает сейчас мы поговорим вот с ним здесь есть еще одно измерение когда попадают души умерших и мы можем туда попасть как астральная проекция и это могут делать вот эти самые соломенные куклы которых вы видели в заме то есть если они вам показались просто чем-то смешным не твои лор на самом деле очень глубокий хоть и выглядят частенько по дурацки на первый взгляд в общем идем это перемещение не физическое локация очень красивая но монстры отвратные поэтому воспользуемся картой а вот это главный главный скажем так в акация здесь это миньоны нашего саламандра это по поводу раскачки лекарства элементального оружия которые у нас есть здесь можно поговорить с остатками жизни а душа находится здесь кстати еще есть шансы человека вытащить в реале уже были случаи а а а Драться я ни с кем не хочу, но мы можем посетить элементалей, кто их не видел. Здесь есть для этого короткие пути, уже открытые. Вот это вот наш Саламандр. В принципе, я думаю, я легко выиграю. Можно попробовать. Вот такой вот ящер. Я не с водной командой, поэтому... В общем, понеслась. Огнем его бить нельзя. Огнем его бить. Ну, это, в принципе, очень легко, конечно. Сейчас нам. Ну, это совсем легкий бой. Не хочу даже использовать шкалу. Вот этого вот с Юрой делать лучше не надо. Юра вот этого очень не любит. Думаю. Спасибо. Спасибо. Я, правда, не помню, где кто. Это Сильс местная. Но мы голову её даже не увидим. У меня есть отдельное видео по всем элементалям. Вы можете потом его посмотреть лучше. Гном. Он очень большой. Если я буду со всеми драться, то опять затянется очень надолго. Я этого не хочу. Так. И кто у нас остался? Ундина. Значит, в центре должна быть она. Вот здесь. Элементалии, по идее, были созданы светлые богини, как они сами говорят. Вот. Ундину видно хотя бы целиком. Всё. Зовут её, правда, Ундина. Вот. Драться не будем. И из недавно открывшихся локаций здесь есть вот эти вот лотосовые пруды. Которые, в общем, очень красивое место. Так. Хочу показать дерево, которое тут растёт у них. Ну, это может немножко затянуться, пока мы туда добежим. Ну, это может немножко затянуться, пока мы туда добежим. Если всякая шушера будет на нас нападать. Копка. 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 Сейчас посмотрим. это аналог древа жизни только в мире мертвых нормальной истории про это дерево у нас нету просто она здесь есть и это очень важная часть лора это было раскрыто совсем недавно в новых квестах так еще ближе подойти уже наверно не получится по сюжету там хотели с помощью этого дерева через его корни на определенном этапе сюжета высосать как пылесосом души из мира живых нормальная тема конечно мы их остановили но сам факт что это работает так а вот ну и если мы вернемся сюда можем еще посмотреть что такое лотус-холл проход по-моему был здесь вот здесь обитает начальство зайти мы внутрь не можем можем просто посмотреть и это уже проход туда на пруды вот такое вы твои представление о промежуточном состоянии между жизнью и следующей жизнью потому что в общем то все эти восточные верования они концепты смерти вообще не подразумевают как вы знаете и а е в этом не сильно отличается от других по части своей философии естественно все шинигами которые тут работают они тоже в прошлом были когда-то живыми и будут если не исчезнут до конца то будут снова живыми здесь все в круговороте в круговороте так так закончив с миром мертвых я предлагаю пойти сразу на этот пляж и оттуда прямиком на морское дно ты кто ну они сделали подсказку для новичков по поводу рыбалки у меня уже все выловлено что надо поэтому не интересно это нам не интересно в общем плывем куда собирались это морской дворец находится разумеется под водой как следует из названия проживает здесь в общем всякое вот такое вот сейчас еще найду каких-нибудь барышень так так или мы там и были нет мы там не были никого нету дата не написано когда будет продолжение ну ладно найдем кого-нибудь другого ну вот их молодежь тут ходит этот титул у них передается из поколения в поколение поэтому все от ухиме это от ухиме но это не один и тот же персонаж кто правит здесь я имею ввиду так все что можно было я уже взяла видимо какой-нибудь барышню все-таки найду здесь для протокола вот они эти леди что дальше и 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 вот но они в принципе все равно без обид они считаются эволюционировавшие очень круто рыбой а вот куда мы пойдем дальше знакомиться о ком говорили крылатые здесь сейчас вот есть вот эта локация откуда есть доступ во все морские города вот мы сейчас находимся здесь драконов вот это вот те о ком говорили в деревне мистраре они тоже в общем-то fish folk или русалки но они здорово отличаются от тех кого мы сейчас смотрели вот мы в их городе вот одна из представительниц мадам мадам не стесняйтесь в общем вот это вот место здесь очень продвинутые технологии крылатые непосредственно к этому имеют какое-то отношение не буду сейчас даваться в подробности и у них здесь можете мне не верить но у них здесь одни только женщины в принципе не потому что они какие-то там амазонки а потому что им вообще мужики для размножения не нужны вот даже вооружение тут видите сидеть девушка и их потомство в общем получается практически точными клонами родителя матери в данном случае только неизвестно были у них вообще мужики или нет честно мужиков нет очень весело так смотрите-ка здесь уже есть гости деревни мистраре ну-ка но это после сюжета эпизода продолжение будет не скоро у них здесь в общем по-своему очень богато но они не умеют сами пользоваться большинством своих же технологий это все забыто мы сейчас смотрим самое роскошное место где нюш проживает так что это секретка это про брата милша ну там история вообще мутная там мамаша русалка связалась с титаном поэтому брат милши единственный парень на деревне там если потомство межрасово это очень большой шанс что будет парень но своя специфика в общем у них так но вот вам мнение жительницы местные по поводу того что я сейчас говорила это офис нашей милши ну в общем у них тут красиво для подводного города я считаю очень сейчас какой-нибудь дом попроще еще заглянем в гостинице например вот тут вот на ресепшене красивая особа сидит но мы нормально на нее не посмотрим надо на улице таких ловить ну почему я уже сказала здесь в атлантике в принципе живут только женщины и как она сама сейчас сформулировала что это даже не то что дочь а вот именно что следующее она вот так они размножаются здесь естественно без всяких мужиков ну так было сейчас так не будет потому что они с внешним миром будут контактировать теперь из-за нас ну и в общем мир изменится здорово с этих времен так и следующая остановка у нас будет еще одна морская деревня где проживают сирены они проживают у нас во льдах тут снег и они выглядят как наше классическое представление о русалках они во-первых поют безумно ухо во вторых они с хвостом с рыбьем очень любят петь но здесь тоже одни женщины и с размножением у них та же песня что из жительниц атлантики вот типичная не рискнула бы я звать их рыбой они очень любят петь они очень любят выпить и они живут где очень холодно хоть они изначально не отсюда адаптировались как то ну догадаться к чему а ей ведет на самом деле можно но пока я не буду никаких теорий выдвигать мы просто смотрим то что есть потому что того что есть в общем то и так предостаточно нам пока что так где здесь был пример что про что они говорят вот это вот то что они говорят все файл вот это вот пламя особая которая защищает их деревню без него они тут вообще бы жить не смогли но это новый миф так какое-то дитё вот там впереди большой алтарь можем посмотреть вот он и их этого пламени морского вот так ну достаточно я думаю с нас море вынырнем мы пожалуй снова у людей это город в противоположность нашему городу огня это город воды тут виден в общем дворец но во дворец мы сейчас еще отдельно сходим посмотрим что там то есть это было время когда элементалия самые которых создала богиня были еще здесь никаких промежуточных раз еще в общем то не было кроме тех кого я показала напаев кланы эльфы крылатые русалки все вот эти вот это вот еще одна локация которая была добавлена в рамках кросс сказаниями вот и а и и и и а и и и и и Здесь красиво, поэтому немножко посмотрим Здесь мы собирали все, что нужно для меча воды Это что знаете, этот замут, что вода или лед и огонь, и две противоположности Это тема с мечом, который может прорубить пространственно-временной барьер Но, в общем, им тут не хватало своих ресурсов в АЕ Поэтому они пригласили специалистов в области Здесь, в общем, большой разницы нет Духи, монстры Все прекрасно вписались Но место реально красивое Сильно глубоко забираться не будем Просто хочу показать, что реально красивое место Со всякими пазликами, которые мы тут решали, чтобы пройти Ну, в общем, ладно Смотрим дворец Я, честно говоря, не помню карту Дворец большой Тут у них сады, сады кругом Какая культура в основе, в принципе, догадаться можно Вот тут интересный их герб Со стихиями Если мы посмотрим на То, что у нас на карте То, вот он Герб античности Он так и выглядит Так Вот здесь красиво Очень На балконе Но делать тут особо нечего Поэтому Мы, в общем-то, посмотрели практически всю территорию Здесь Башни Башни вот эти Они Все мрачные И там Особо смотреть Нечего Поэтому мы Смещаемся вот сюда Это Очень интересный Очень самобытный Поселок Даже это не город Это, наверное, деревня Вот так будет правильнее сказать Ну, пускай будет поселок В общем Еще одно райское место Они живут Просто реально Вот в таких вот зданиях Живут очень реально простенько Очень душевно Я специально показываю все В процессе Нашего путешествия Так Чтобы когда мы пойдем В следующую эпоху Вы реально видели связи Что как изменилось Что на что влияло Так Это просто торговец Это просто торговец Это просто торговец Ладно Это нам сейчас не интересно Просто оружейник Просто оружейник И сейчас мы пойдем посмотрим Что залез И сейчас мы пойдем посмотрим О котором они говорили О котором они говорили Эти дети Ну, в общем, быть здесь простой Секреток пропущено много Мною Мною Секреток пропущено много Мною 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 О, там Радика стоит Я сказала, что эльфов Надо штучно искать Пойдем с Радикой поговорим Что это? Так, это квест Так, это квест Ну, ладно Сейчас мы с этим Заморачиваться не будем Пойдем с Радикой поговорим Вот вам пример Меня спрашивали Насчет напаев клан Темные эльфы Они или нет Вот пример темного эльфа Спасибо за субтитры Алексею! Дело в том, что темные эльфы здесь это светлые эльфы, которые нарушили то или иное табу У меня нет информации, что темные эльфы здесь вообще были как раса Они закрепятся как раса изначально из тех родов, которые нарушили табу Вот эта конкретная эльфийка, она нарушила табу и потемнела при жизни То есть темный и светлый эльф это одна и та же раса, просто в двух разных состояниях Так, сейчас всякая шушера опять на нас вот лезет Ну, до леса вообще-то идти далековато Можно картой воспользоваться По ту сторону равнины вот такой вот лес Густой и темный Здесь красиво, но зловеще довольно-таки И всякая вот такая вот лезет Ну, в принципе, здесь мы ничего более интересного не увидим Ну, в принципе, здесь мы ничего более интересного не увидим Поэтому Раз мы посмотрели все на этом континенте Что представляло интерес А если нет, вы мне напишите в комментариях, где мы не были Где интересно было бы вам посмотреть Я предлагаю перемещаться, не уходя вот с этого маленького Континента В рамках нашего центрального континента Думаю, великоват, чтобы звать его островом Может быть, остров, не знаю Перемещаемся В другую временную эпоху Здесь, как видите, у нас На месте этого прекрасного леса У нас здесь пустыня И если в этой пустыне мы остановимся На ночь Здесь будет кат-сцена Потому что Нас закопают Живу тут тоже достаточно просто Вот это вот то место, где, собственно, нас закопали Но в этом времени у них уже есть вот эти призмы Когда Юрк сюда попал Он такой посмотрел на все И сказал, да, видали мы такие штуки У себя То есть, для тех, кто знаком с лором сказаний Это одна тема с бластей Это то, что осталось от силы элементалей И сейчас это используют в быту На все хозяйственные нужды Но ничего же не изменится У нас же просто закопают, да? Да Поехали Вот То есть В древности здесь был Густой лес И Цветущая небольшая Деревня Во времени откуда Альда здесь У нас пустыня Сейчас посмотрим Что там за дерево Потому что у меня уже все эти эпизоды закончены Ход спрингс Настолько что закопали в песок дважды Ну ладно В общем Вот это пустыня Здесь придется идти Пешком Закончим мы это видео В еще одном поселении Напаев клан Но чтобы туда прийти Нам надо повернуть вот здесь Уходи Уходи Вот здесь у нас живут Напаев клан У нас есть в пате один Напаев Который понимает человеческую речь Потому что он нарушил табу И потерял свою тьму У него листья побелели Он теперь изгой Везде У своих Зато он нам тут переводит Что все хотят сказать Ну это гостиница Понятное дело Ночевать не будем А вот То есть кто бы мог подумать Что на дне Вот этого песчаного Водоворота Может оказаться их деревня Ну вот оказалось Я хочу показать дерево Вот там вон Зелень Я хочу сделать это дерево Последней нашей точкой Остановки В этом видео Можно было другим Команды не давать Юрка тут один Более чем Достаточно Вот там вот Целый лес Зеленый Сейчас я Вспомню Куда пройти А вот А само дерево Мы наверное Здесь не увидим Тут просто такой вот Оазис образовался Но тут нам не дадут Посмотреть ничего Потому что Нападают Да Вот Вот Мне Остается Ура Все Ну И Что Дальше Ну Дальше не посмотрим ну ладно в общем в следующем видео мы пойдем смотреть как изменился мир в этом времени дальше у нас здесь только два континента осталось то есть вот это теперь будет западные в этот будет восточный потому что самого самого западного континента у нас настоящем времени нету он есть только в прошлом а здесь у нас вот этот континент которая состоит теперь тоже из отдельных островов и вот этот континент где много всего интересного нам это оставим на следующее видео все спасибо за внимание